Истории, когда отдых сводится к двухнедельной самоизоляции, все-таки редкость. Но коронавирусом туристы болеют и в отпуске, в том числе. Татьяна слегла на четвертый день прилета в Турцию в начале октября. Высокая температура, и вот она уже в госпитале с идеальными условиями. Нас госпитализировали вместе с мужем, сразу подключили нам кислород. Была отдельная палата тоже, да, я об этом не знала. Что происходит в России, что происходит в Турции, отдельная палата с душем и так далее. 24 часа за тобой смотрят люди. Все лечение, которое за две недели обошлось в 12 тысяч евро на каждого члена семьи, покрыла медицинская страховка за 14 евро. При этом всего два Татьяна заплатила именно за упоминание в страховке ковида. Анжелика тоже из Турции вернулась недавно, и хотя ездила не по турпутевке, страховку приобретала самостоятельно. Уверена, без нее никак. Впрочем, как и без витамина Д. Пополнила его запас. В Турции принимают очень хорошие ограничительные меры в плане безопасности. Государство им предоставляет бесплатно маски. То есть, если ты на территории отеля находишься, ты обязан ходить в маске. Ты можешь ее менять каждые два часа. Это необходимо делать. А вот в Японии вообще принято ходить в масках. Может быть, поэтому там гораздо меньше больных, говорит Анжелика, которая побывала в стране еще до пандемии. Кстати, Япония для наших туристов пока закрыта. В отличие от 17 других стран, чартерные рейсы из Новосибирска летают сейчас в Турцию, на очереди Занзибар и Арабские Эмираты. И многие даже не требуют от туристов справки на отрицательный результат по коронавирусу. Не требуют теста от россиян Турция, не требуют Куба. Тест на ковид проходится бесплатно по прилету. Из европейских стран это Сербия и Черногория. И Мексика в настоящий момент от нас не требуют теста. Во всех остальных направлениях они необходимы. А в Южную Корею даже? А в Южную Корею в обязательном порядке еще и прохождение 14-дневного карантина. Правда, желающих сейчас отдохнуть за пределами России, говорят туроператоры, немного. С прошлым годом не сравнить. Многие боятся, что за свои деньги придется провести время в отеле на самоизоляции. И предпочитают сэкономить. Ну, а наша героиня Татьяна, которая не раз вообще не упомянула, что она патриот России, не жалеет, что переболела на отдыхе в Турции. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.